Среди ценных изданий, хранящихся в редком фонде библиотеки имени Маяковского, особое место занимают книги периода Великой Отечественной войны. Изданные в то сложное время, сохранившиеся до наших дней, сейчас они настоящая библиографическая редкость. Литература военных лет – это памятник духовной стойкости нашего народа. Героев той войны почти не осталось. Книги как раз являются духовным продолжением реальных событий и, безусловно, помогают рассказать, передать память тех страшных событий нашему подрастающему поколению. В годы войны особенно ценились книги технического назначения, справочники по медицине, растениеводству. Но особое значение имели стихи, рассказы и повести, написанные фронтовиками. Все жители нашей страны ждали эти книги. Напечатанные на плохой бумаге, часто карманного формата, без привычных нам красивых иллюстраций, они поддерживали и воинов Красной Армии, и тех, кто помогал приближать победу в тылу. Многие писатели во время войны ушли на фронт. И кто штуком, кто пером помогали бороться с фашистскими захватчиками. Многие произведения писались в окопах, в перерывах между боями. И поэтому такие произведения обладают особым настроением, и особой искренностью, и особым значением. Об этих книгах сотрудники библиотеки рассказывали школьникам города во время тематических занятий. Всего познавательных программ для детей в арсенале Маяковки около 20. Сейчас сотрудники работают над новой темой. В ближайшее время они представят программу, посвященную Петру Первому, последний царь и первый император. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова